Всем привет! Меня зовут Поли Каннабис и я Miss Elite Europe. Мое имя настоящее, меня зовут Поли Каннабис по паспорту и у меня творческая мама. Все такие спрашивают, почему тебя зовут Поли? Поли это Полина или это Оля или это еще что-то? Нет, это Поли. У меня мама творческая, она мне придумала такое имя. А фамилия моя, она произошла от предков, они из Польши, из Прибалтики, соответственно, такая нестандартная для нашей страны фамилия. Проблема буллинга, она очень, на самом деле, серьезная. Я считаю, нужно уделять больше ей внимания. Я была самой высокой, я была самой худой, меня постоянно дразнили, что я самая высокая, самая худая. Кто-то, наверное, он может расплакаться и пойти жаловаться родителям, а другие люди, когда их сильно это задевает, они, наоборот, закрываются, они никому об этом не рассказывают, да, и даже могут быть родители не в курсе этой ситуации. Поэтому я считаю, что учителя, они должны обращать первостепенное внимание на такие ситуации, пересекать их на корню. Полным людям, да, про них не говорят какие-то гадости, потому что это некрасиво, но они же такие, они же не могут это изменить. Но худые, ведь точно так же, многие они не могут потолстеять. Я помню, что я ходила в фастфуд, у меня был проект, проект, я додумалась. Каждый день я ела гамбургер, потому что я думала, что я от этого потолстею, но я думаю, вообще это вредно для здоровья даже, да, но до какого отчаяния можно довести человека? То есть это ужасно, и нужно обращать на это внимание в том числе. Меня не взяли в агентство, потому что мне не хватало тогда два сантиметра роста. У меня был рост 1,68 м, они принимали от 170. Я нереально расстроилась и разозлилась, и я пошла домой, я порезала джинсы лезвием, я взяла зеленую краску для волос и покрасила себе пряди и пошла на рок-концерт, сделала пирсинг, вот так вот и началась моя бунтарская подростковая жизнь. И многие фотосъемки, которые были мои первые, они проходили вот в таких необычных креативных образах. У меня мама креативная и творческая, и когда у меня вот этот подростковый возраст был, я захотела покрасить волосы в зеленый цвет, она помогала мне их красить. Я ей за это благодарна, потому что я не делаю этого сейчас. Если бы она мне это запрещала, то я думаю, что сейчас я здесь не сидела. Но, например, в школе у меня бывало, что меня даже просто не пускали в школу, там просто все ненавидели, как я выгляжу, именно вот по форме. Даже если я оденусь в форму, почему-то мне могли сказать, что я не так одета. Это просто какое-то безобразие. Это оставило отпечаток на мне, и первым делом, что я сделала, когда я переехала в Москву, я пошла на курсы стилистов, потому что у меня отпечаталось, что я как-то не так одеваюсь или не так, как выгляжу всегда. Но это предрассудки были, мне кажется, больше. Когда я получила свою первую корону, мне это понравилось, мне стало интересно, а что может быть дальше, и как далеко я вообще могу пойти. Но я не строила в больших планах по поводу конкурсов красоты. То есть мои амбиции, они были по поводу сцены в целом, по поводу шоу-бизнеса. И потом меня позвали на второй конкурс, уже именно конкурсный конкурс. Я пошла туда, и оттуда позвали еще дальше. И вот так вот постепенно, с каких-то более простых конкурсов, я стала бы расстать, и доросла до Мисс Земля, до Мисс Грант, и сейчас до титула Мисс Элит Юроп. Это самый важный для меня конкурс, в котором все мои старания и старания были оценены. Но я хотела бы еще выделить Мисс Земля. Это абсолютно необычный конкурс, где у нас было много благотворительности и много активностей по защите окружающей среды. Мы ныряли в океан, мы его чистили. Мы с дайвингом, с этим оборудованием ныряли под воду, 20 метров под воду, и садили огромный моллюск на кораллы. Мы искали ему дом. И также Мисс Грант. Я хочу выделить Мисс Грант, потому что соревнование было очень сильное и очень сложное, наверное, психологически. В 5 утра мы должны стоять на ресепшене, одетой и накрашенной с прической. И в национальном костюме мы едем выступать. И мы целый день в этом национальном костюме. Многие девочки теряли сознание, просто падали из-за того, что там слишком жарко, или воды не было, или не поели, или просто переволновались. На каком-то конкурсе 7 девочек за день сознания потеряла. То есть да, это очень сильная стрессовая ситуация. Я заметила, многие люди не совсем понимают вообще, что оценивают в конкурсах красоты. Они почему-то считают, что это какая-то внешность, причем это та внешность, которая нравится им. Во-первых, кто сказал, что именно эта внешность является самой красивой, да, по мнению большинства, как бы вряд ли, это по мнению их она красивая. Во-вторых, конкурсы красоты, они пропагандируют разные стандарты красоты. Это и темнокожие девушки, это и азиатского формата девушки, это девушки там и с тонкими губами, и с большими губами, с маленькими глазами. Как бы красота, она не в этом красота, она в том, какой ты человек, а внешние параметры, они могут быть разные. У меня накопилось какое-то желание показать нашу белорусскую культуру и историю, нашу самобытность, вот как я ее вижу. И я сделала такую корону из цветов, из соломки. Когда мне было 12 лет, я тоже училась плести соломки, на школе были курсы на эту тему. Я собрала такие цветы, я туда прикрепила еще какие-то дополнительные листики, такие вот длинные палочки. И вот это необычный головной убор, я хотела через него донести красоту нашей культуры. Концептом данного костюма было рассвет над белорусским полем, да, или вот какой-то такой. И у меня были огромные такие золотые как бы крылья, которые символизировали встающее солнце. И много колосков и на короне, и вот тут вот на ногах такие красивые колоски. И мне удалось привлечь много внимания и завладеть вниманием судей, что самое главное для того, чтобы получить высокий балл. Мария Василевич, наверное, я думаю, это тот случай, который вызывает удивительное восхищение и уважение, вот конкретно от меня, потому что Мисс Мира — это конкурс самый, ну, второй в мире и попасть в пятерку нашей стране, потому что все привыкли видеть Филиппины, там, Венесуэлу, там, Индию с этими домами подготовки. А тут, конечно, ее собирали, это понятно, но это не тот уровень. И то, что она прошла, я думаю, что она просто родилась такой, ей повезло быть такой, какой они искали. Так что я очень за нее рада. Девушки из таких стран, как Венесуэла, Бразилия, Коломбия, вот эти страны, у них вообще все девушки делают, не только конкурсные. Именно 18 лет дарят родители сертификат на грудь или на попу, и они идут делать нос, то есть у них все такие переделанные. Но это особенность этих стран. Я отношусь к пластике положительно, я видела много примеров, когда это выглядело просто великолепно. И, кстати, может быть, у некоторых звезд или даже моделей, фэшн-моделей есть пластика, просто не все об этом знают. Нельзя ругаться, ссориться, оскорблять, говорить какие-то вещи, которые могут быть восприняты в штуки. То есть нельзя пропагандировать расовые, гендерные неравенства, да, вот такие все вещи. Или какие-то неприятные вещи относительно религии, да, культуры. И одна девочка у нас была на конкурсе, она просто вот вообще полный антипод этому всему. Она украла, у одной девочки, которая была очень хорошая, украла у нее ленточку и держала 3 дня, а запасных ленточек не было. И организаторы сказали, что если она не найдет ленточку, она будет исключена. То есть там такой скандал был просто. В итоге она ее подкинула. Но все обошлось. Да, она сделала это незаметно, но все знали. Если бы это было заметно, ее бы исключили. И такое часто бывает. Образ не заключается в том, что ты молчишь, когда тебе что-то не нравится. Образ заключается в том, что ты умеешь сказать это так, чтобы не оскорбить других людей. То есть ты же можешь хамством ответить, да, а можешь просто вежливо попросить. И, конечно же, это влияет на то, как ты ведешь себя в жизни. То есть я в жизни тоже. Нет такого, что я вот сейчас сниму этот костюм, одену обычную одежду и пойду ругаться, толкаться в метро. Я так не делаю. Это как-то неправильно. Ты не сможешь всех обмануть. То есть такая ситуация, она станет случиться. И в рамках конкурса кто-то твои туфли случайно возьмет, твою очередь к визажисту займут. И тебя будут оценивать, как ты с такой стрессовой ситуацией справляешься. Подготовиться можно дешево, подготовиться можно дорого. И, в принципе, это влияет на самом деле на победу, потому что все это оценивается. Оценивается. Если у кого-то есть спонсоры, какие-то там дизайнеры, какие-то бренды. Да это бренды чего угодно могут быть. Да хоть строительная компания может, например, спонсировать. У меня подготовка к Мисс Земля была за счет строительной компании, например. То есть они хотели, чтобы я была их лицом. То есть я уже не помню конкретных сумм, сколько это стоило. Но вот у меня запомнилось это платье. Кстати, оно у меня осталось. Его привозили из Парижа от стилиста. Оно участвовало в неделе моды. И дизайнер Зухаир Мурад. И это платье, его цена 10 тысяч долларов. Мы его одевали. Вот я его одевала специально на показ учебных платьев. Обычно заметно, кто фаворит, кто сильный и кто лучше подготовленный. То есть как это заметно? Это очень просто. Она там годами тренируется со своими коучами по походке. То есть у нее походка была хорошая. Она знала, как говорить. У нее было все хорошо по костюму. Ну, как бы, такие какие-то базовые вещи. У меня есть подозрение, что просто я была одной из фавориток еще до приезда. И мне кажется, нас не случайно поселили вместе. Это иногда случается, да. Чтобы посмотреть вообще, как мы будем друг с другом общаться. Потому что это очень большая конкуренция, во-первых. Ну и во-вторых, потому что на нас все смотрели, кто себя лучше проявит, когда мы рядом и легче оценить. Мы хорошо, нормально общались. Она очень дружелюбная. И мне тоже было приятно с ней общаться. Но когда дело касалось фотосъемок или выступлений, она ко мне почти не подходила. Потому что она мне ниже, и это как бы небольшой, такой недостаток небольшой. У нас была одна фотография. Я думаю, что кто-то из ее коуча это увидел. И ей сказали просто не подходи к ней, ни в коем случае не фотографируйся, ни стой рядом. Свои два платья я держала у себя в чемодане, в чехле такие замотанные, закрученные, чтобы никто ни в коем случае их не увидел. Потому что такое, например, часто бывает, что могут своровать деталь национального костюма. Если у кого-то он не готов, они могут там на месте доделать. Поэтому какие-то вещи даже лучше не показывать. В том числе и финальное платье. Иногда я дарю такие вот сувенирчики. Кстати, мэру, мэру тираны. Тирану это столица Албании. Я подарила вот такую вот куклу. Девочкам дарю различные подарки. Конечно, сувениры. Мне хочется, чтобы у них было что-то. Особенно если девочка из далекой страны. Там Нигерия, Кения, Уганда. Мне просто очень нравится дарить сувениры из Беларуси. Потому что, возможно, они вряд ли сюда доберутся. Мы находимся далеко друг от друга. Но у них будет частичка Беларуси. И они смогут рассказать, что это за страна. В рамках Мисс Земля я сотрудничала с командой в Беларуси, которая называется Экомониторинг. Они занимаются защитой окружающей среды. Я ездила на мусороперерабатывающий завод. Его тогда только открыли. Кстати, новое предприятие удивительное. Я была в восторге. Потому что есть возможность нам тоже внедрить вот этот раздельный сбор мусора. А это очень сильно помогает, если мы хотим жить в чистом мире. И если мы хотим сохранить нашу планету для будущих поколений. Так что да, я, естественно, это все поддерживаю. Причем своим примером я становилась за конвейер. Я сортировала мусор. То есть я не буду сейчас пачкать руки. Я сажала деревья. Это все как бы шло фотоотчетами. Это все шло большой оглаской для того, чтобы другие люди тоже повторили. Потому что эти действия, они не такие сложные. И моя жизнь сильно поменялась после этого. Потому что многие привычки я сохранила. Я горжусь тем, что я обучаюсь, являюсь студенткой аспирантуры финансового университета по профилю мировая экономика. Это, кстати, профиль, на который я хотела изначально. Он самый сложный, самый интересный. Я обожаю все, что связано со всей планетой. Мне нравится понимать взаимодействие между отдельными регионами. Вот это моя страсть. Мне нравится такой вот большой масштаб. Ну и, собственно... А, и, собственно, самое главное, да. Я представляла Беларусь на международных конкурсах красоты самое большое количество раз в истории. И мне это написали иностранные фанаты, которые сказали, что они не знают ни одну девушку, которая участвовала в таком большом количестве конкурсов. Соответственно, я являюсь самой титулованной девушкой в Беларуси. Девушка старается, если делать карьеру в модельном бизнесе или в конкурсах красоты, ей почему-то каждый, ну, очень много хамстан в интернете. Ей хотят сказать, что она страшная, что она отвратительная. Я понимаю, чем я занимаюсь. Я понимаю, что это нормально, когда тебя обсуждают и осуждают. Но я бы очень сильно хотела, чтобы общество научилось выражать свою точку зрения без оскорблений для других, не пытаясь обесценить их заслуги. И чтобы оно как-то открыто радовалось. Ну, чего плохого? Еще одна корона, ну, хорошо же. Наша же, ну, как же. И вот, когда ты заходишь на профиль человека, который тебе на что-то прямо отвратительно написал, и смотришь, ну, какой-то обычный, там, я не знаю, мужчина или женщина, там, средних лет, вот как твой сосед какой-нибудь, ты думаешь, что? Ну, как бы, в жизни они так не разговаривают, но вот такое чувство, что, может, у них что-то плохое. Какая-то пассивная агрессия, какая-то нереализованность в жизни. Какой-то мужчина, такой вот, очень похожий на какого-то соседа классического, летом 35-40, такой, который вот лежит на диване и пьет там пиво, смотрит футбол. Он мне написал, типа, ты мисс Беларусь, фухбе. И я зашла на его профиль просто посмотреть, думаю, что как вообще взрослый человек такую ерунду может додуматься и писать. Иногда я опаздываю. Это мой очень большой недостаток, но я очень стараюсь себя держать, и на конкурсах я просто завожу там по очень много будильников, я стараюсь приходить на полчаса раньше. Я бегу как сумасшедшая, потому что я понимаю, что это оценивается. Когда-то у меня была соседка, дочка бывшего президента Литвы. Это было в Доминиканской республике. У нее все было с графиком нереально. Она выходила так, чтобы прийти за то ли 15, то ли за полчаса до назначенного времени. И она брала меня с собой. Я ей очень благодарна. Она очень сильно мне помогла. Я об этом мечтала. Я считаю, что финансовое образование это основа любой деятельности, которую ты делаешь. И то, что я делаю сейчас, я тоже оцениваю с точки зрения бизнеса. То есть у меня там есть, я это расписываю как проект. То есть там и задраты, и выгоды, и стратегии развития, планирование, прогнозирование. Я хочу в будущем связать свою жизнь с бизнесом. То есть я вижу себя как бизнес-леди. И пусть это будет шоу-бизнес, все равно это бизнес. И нужен логический подход. Спустя 19 конкурсов, я стала совершенно новым человеком. И мне приятно сравнить себя сегодня с той, которой я была вчера. Потому что я вижу, что я развиваюсь, я расту. И это, кстати, самый главный секрет для всех. То соревнуйтесь только с самой собой. Я стала меньше бояться. Я стала принимать себя такой, какая есть. Я стала понимать, что красота, она разная. То есть я понимаю, что и блондинка, и брюнетка, и худенькая, и полненькая, и низкая, и высокая. Что все эти девушки, они красивы. И в этом наша сила, да. И я понимаю, что мне хотелось бы дальше тоже этим заниматься и нести такие ценности миру. Чтобы быть красивой, нужно обязательно высыпаться каждый день и пить много воды, потому что тогда лицо будет светиться, будет хорошее настроение. И это самый первый признак красоты. Я бы хотела сказать пунктуальность, но нет. Я думаю, что это мое логическое мышление. Это будет книжка. На английском языке обязательно. Краткая история будущего. Вот я думаю, что я возьму ее, потому что, во-первых, она толстая, во-вторых, она позволяет много о чем думать. И это пригодится в одиночестве на необитаемом острове. Я думаю, что она должна иметь большое доброе сердце. Она должна любить людей, хотеть им помогать. И самое главное, она должна быть трудоспособной, потому что бывают очень сложные ситуации. Нужно уметь работать. Меня может заставить плакать одиночество. Ну, бывало, вот когда я в Москве училась, конечно, это был новый город и новая страна. И у меня там не было ни друзей, ни родственников. И первый год я очень много плакала. Мне было очень грустно. И плакала я одна. Потому что, да, это было одиночество. Ой, я работала в модельном бизнесе, и это было много вещей. Это не одна. Это случается часто. Как-то раз нам нужно было одеть что-то похожее на мешок из-под картошки. Это была неделя эко-моды за границей. Идея была хорошая, но мне бы, наверное, хотелось какой-то еще все-таки красоты в этом деле. Не просто материала. А, девочки. Слава богу, это было не у меня. А, девочки именно голову капусту надели. Просто вот так вот. Я думаю, что это была бы Антарктида. Потому что туда очень сложно попасть. Это необычное место, но туда ходят корабли. Я проверяла. Это, кстати, моя мечта. Да, я очень хочу туда попасть. Поликанабис, мисс Гранд Белорус!